Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы поговорим про Арчо Морриса, если быть точнее, разберем его генетику и почему она совсем не годится для тренировок с железом и хорошего прогресса в плане формы. И да, я не считаю, что его форма плохая, как для натурального атлета. Я бы даже сказал, как раз для натурахи его форма очень даже неплохая, тем более с учетом того, с какой генетикой она была достигнута. Многие неверно воспринимали мой посыл в моем предыдущем видео про нашего сегодняшнего героя. Речь в моем прошлом ролике была в следующем, что форма, которую построил Арчо, она не стоит всех тех вложений. А в прошлом видео я как раз таки делал акцент на его проблемах со здоровьем и огромная их часть, с большой долей вероятности, как раз таки связана с тем, что организм просто не тянет все это. Да, есть определенная категория людей, которые, ну никак не предрасположены к силовым видам спорта. Начинаешь оценивать разные параметры организма и понимаешь, что таким людям лучше заниматься чем-то другим. Футболом или бегом, например, или какой-то другой дисциплиной. Я уверен, если Арчо Моррис занимался какими-то бы другими дисциплинами, то он бы мог показывать куда лучшие результаты, да еще бы и здоровье сохранил. Но тут вопрос именно в заинтересованности. Бывает такое, что нравится именно конкретная дисциплина, и ты горишь достижением результата в ней. Стремление это, конечно, хорошо, и я это приветствую и уважаю людей за это, но только лишь тогда, когда это стремление не переходит границ разумного. К примеру, одни атлеты умудряются построить профессиональную карьеру, достичь многого в других сферах жизни, заработать кучу бабок, а потом еще окажется, что они здоровье сохранили. И что-то совсем стареть не хотят, пока их одногодки уже все либо койки прикованы, либо на том свете, а бывают и другие атлеты. Вкладывался, вкладывался, пахал как проклятый, потратил кучу денег, времени и сил, а по итогу получил только травмы, небогатую жизнь, да еще и тотальное разочарование от всего происходящего. Именно в этом и суть. Даже если мы говорим про спорт, количество затраченных усилий и те жертвы, на которые стоит идти, все это должно соответствовать полученному результату или хоть как-то оправдывать его. Надеюсь, посыл понятный. Теперь давайте разбирать конкретные пункты, по которым следует судить о генетике нашего сегодняшнего героя. Стоит уточнить, что критериев хорошей или плохой генетики очень много, как минимум несколько десятков, но я не владею всей информацией про Арчо Морриса, да и многие параметры можно узнать только с помощью специального оборудования. Например, если мы говорим про соотношение типов мышечных волокон, также количество самих волокон у людей разное, разная их длина и анатомически у каждого человека есть свои особенности в строении его мышечной системы и то, как на клеточном уровне она выглядит и функционирует. Поэтому я оцениваю тут только те показатели, которые можно оценить исходя из его роликов, но уже их достаточно, чтобы смело сказать, что для тренировок с железом генетика как минимум не самая лучшая. И первое, о чем следует сказать, это толщина костей. И он сам недавно показывал в своем ролике, как у него запястье не достигает даже 15 сантиметров. Никто почему-то никогда не верит мне, что у меня запястье 14,7 сантиметров, ребятки. Даже 14,6, ё-моё. Я надеюсь, вам видно. 14,6 сантиметров запястье у 30-летнего мужика Япона-мать. Никто не верит, что у меня около 18 сантиметров голень. Давайте я вам покажу. 17,5 сантиметров голень. И вы еще удивляетесь, что я дрыщ? И вы еще удивляетесь, что я сотку пожать не могу? Для меня это сотка. Я беру штангу в руки, и у меня ощущение, что у меня сейчас кости переломятся просто. Чем толще костный каркас, тем легче жать большие веса. Как дом построить на толстых сваях и вот на таких тоненьких, блин. Да, опять многие скажут, что, мол, толщина костей это не самое важное в бодибилдинге, есть и другие составляющие. Но на самом деле очень спорно. С одной стороны, да, действительно, если у вас тонкие запястья, это не означает, что вы прямо совсем не предрасположены к тренировкам с железом. У вас при этом может быть хорошее крепление мышц, может быть оптимальное соотношение гликолитических и окистительных мышечных волокон, и при этом вы будете прогрессировать нормально. Но с другой стороны, толщина костей это тоже своего рода показатель предрасположенности к силовому тренингу. Если вы оцените стронгменов или лифтеров высокого уровня, то там мало вы найдете людей с запястьями, как у Арчи Морриса, я думаю, что совсем не найдете. Может там не все атлеты, у которых запястье более 20 сантиметров, но не 14 и не 15. И, как видите, ноги у Арчи Морриса вообще нереально тонкие, и видно, что к росту они совсем не предрасположены. Слабое ЖКТ – это тоже крайне важный показатель, который у Арчи Морриса не самый лучший. Он постоянно жалуется на то, что попадал в больницу с проблемами с желудком и кишечником. Был у него обнаружен хеликобактер, который является основной причиной развития язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Также у него есть колит. Потом у меня появился хеликобактер в желудке, я пил 2 недели мощнейшие дозировки антибиотиков. Потом у меня воспалилась недавно предстательная железа, мне кололи 8 дней мощнейший антибиотик леофлоксацин. Кстати, когда у меня появился в желудке хеликобактер, у меня было невероятное давление под ребрами, газообразование сильное на протяжении полугода, может даже больше. Я болт забивал. Ухудел сильно, говоришь? Я на 4 килограмма слил. За сколько? Ну, 3 месяца где-то. У меня обнаружили колит, воспаление кишечника, и у меня диета, типа я ничего не ем. Кроме того, часто в своих видео он говорит о том, что отравился тем или иным продуктом. И это важный показатель того, что пищеварительная система не очень хорошо справляется со всем этим. Она банально многие продукты не тянет. Безусловно, здоровье ЖКТ это один из самых ключевых факторов, которые определяют успешность того или иного спортсмена в силовых видах спорта. Вы можете быть очень одаренным атлетом, с идеальным креплением мышц, с хорошим уровнем тестостерона и высокой чувствительностью рецепторов к нему. Но если ваш организм не в состоянии усвоить достаточное количество питательных веществ, то ваш прогресс будет очень сильно замедлен. Крайне сложно прогрессировать в бодибилдинге или силовых видах спорта, когда твоя пищеварительная система не может усваивать все это. И банально просто организму не хватает ресурсов для восстановления. Так это при том, что у Арчо Морриса и другие показатели так себе. Поэтому оно и не удивительное, что он вообще не может набрать вес. Вообще предрасположенность к набору веса тесно связана и с ростом силовых показателей. Точнее говоря, с предрасположенностью к росту силовых показателей. Обычно люди, которые хорошо растят силовые показатели, как правило, могут и вес более-менее нормально набирать. Да, бывают исключения, что отдельные люди растят силу, а масса при этом у них не особо растет. Но у Арчо Морриса картина немного другая. У него и сила не растет, и масса не растет. И если бы, конечно, он силовые увеличил, то рано или поздно мышцы бы стали больше. Но опять-таки в пределах возможностей его организма. И видим, что у него не очень хорошо растут силовые показатели в целом. За 15 лет он примерно столько тренируется, он не смог сотку даже пожать. И в других упражнениях он тоже как-то не особо силен. По правде говоря, в базовых упражнениях его силовые показатели так себе. Тут можно предположить, что он просто неправильно тренируется все это время. Из-за этого сила не растет. Может оно и так, я не знаю. Не стоит исключать этого варианта. Но я думаю, что человек с опытом в 15 лет, который в зале тренировался и на турниках тоже тренировался, он бы рано или поздно все равно нашел бы систему, которая ему подходит. И по которой можно хоть как-то добавлять силу. Ладно первые 5 лет не понимать, как расти. Ладно 10 лет, если уж совсем все плохо. Но не 15 лет. Может если скорректировать его программу и вылечить все болячки, можно будет добавить во многих упражнениях. Но тут вопрос в том, а сделает ли это хуже самому организму? И вообще организм потянет это все или нет? Но даже если еще 2-3 килограмма мышцу наберет, скрипя зубами, это не особо что-то там изменит. Так будет 70 килограмм при росте 1,80 метра. Это все равно не очень так много для такого вот роста. И так было 67-68. То есть этих 2-3 килограмма особой роли не сыграют. Поэтому я более чем уверен, что при всем том, что нам известно про Арчу Морриса, можно смело сказать, что это человек, который не предрасположен к поднятию тяжести. Это не означает, что он вообще не способен ничего поднимать. Нет, просто акцентирую ваше внимание, что бадикбилдинг не лучшее спортивное направление для него, как собственно и лифтинг и другие силовые дисциплины, где нужно железяки таскать. Стоит вспомнить про нормальный уровень тестостерона у нашего сегодняшнего героя. Он по этому показателю не может быть квалифицирован как человек с плохой генетикой. Если мы говорим именно только про этот показатель. Но опять же, это лишь один из десятков факторов. Стоит помнить, что даже относительно высокий или выше среднего тестостерон не гарантирует вам вообще никакого успеха в силовых дисциплинах и вообще в спорте в целом. Так как еще важно и количество рецепторов, чувствительных к самому тестостерону. И какое их количество у вас в мышцах. Кроме того, есть и другие факторы роста и другие анаболические компоненты, которые также определяют то, насколько тот или иной атлет предрасположен к бодибилдингу, например. Надеюсь, видео было для вас интересным. У меня нет цели как-то хейтить Арчо Морриса. Просто довольно показательный пример. Что если не совсем дано и уже решил заниматься, то лучше действовать максимально плавно и не рваться. Он уже на протяжении последних лет пробует прогрессировать. Видим, что как бы Арчо не менял свой тренинг, каких-то выраженных результатов это не дает. Возможно, это своего рода сигнал для организма, что он уже не способен это все вытянуть. Не способен банально носить на себе больше мяса. Не способен поднимать больше веса на штанге. Для этого может не хватать многих компонентов. Не только тех, которые я тут разобрал. Я более чем уверен, что если Арчо Моррис будет сейчас тренироваться потихоньку и не гнаться слишком за результатами и резво вперед не лететь, то это не особо как-то негативно скажется на его форме. Наоборот, организм наконец-то адаптируется, оздоровится. И потом в целом общий потенциал будет еще выше. В Натураху есть один важный плюс. Все, что ты так долго и мучительно набирал, оно как правило остается надолго. И даже если не ходить на максимум, форма плюс-минус стабильная будет. Так что в его случае главное это сделать так, чтобы тренировки и питание не ухудшали здоровье, а наоборот способствовали его улучшению. То, что он там скрипя зубами добавит 5 килограмм на штангу и наконец-то пожмет сотку, это особо никак на его результате не скажется. Вернее говоря, на самой форме. Вон Петя ДНБ 2 с лишним года сжал 86 килограмм, рвался, мучился. И вот наконец-то может уже 90 сжать. Но спрашивается, а что ему это принесло в итоге? Каждую тренировку сжал предельный вес. Мучился, рвался, а мышцы особо-то не выросли, потому что больше не дано. И пусть он еще лет 5 потужится и пожмет наконец-то свою сотку, но это кардинально ничего не изменит. Но для здоровья это просто неоправданные риски. У каждого свой предел. Не нужно судить себя по выступающим бодибилдерам. Нужно всегда слушать свой организм. И если понимаете, что не тянете, то не надо мучиться. Для кого-то сотка космический вес, а кто-то за пару тренировок ее легко выжмет. Все люди разные. И способности организма тоже. Да и условия жизни у всех людей тоже отличаются. И нужно подходить ко всему с умом. И подстраивать все конкретно под себя. А на этом пока все. Пишите, что думаете на этот счет. И как в целом оцениваете генетику героя нашего видео. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok